просто c++ серия 2 итак мы собрались при помощи топора построить дом вернее вооружившись обычным текстовым редактором начать писать программы на самом как некоторые считают сложным и самом а вот это уже правда крутом языке программирования c++ в прошлой серии мы сошлись на том что нам нужна еще одна штука какой-нибудь компилятора компиляторы это такие программы которые напомню переводят текст программы с языка высокого уровня на язык более низкого уровня вплоть до машинных кодов пронумерованных команд для процессора скажу упрощенно и пропуская многую подковерную работу компилятор превратит текст программы написанная на c++ в исполняемый файл который состоит из машинных кодов компиляторы есть для разных языков например для паскаля или языка си но нас интересуют компиляторы для c++ таковых популярных 3 один это майкрософтовский visual c++ второй клэнг который вырос под крылом apple наконец третий мой любимый GCC некоммерческий плод созидательной мысли независимых разработчиков со всего мира дело выбора но этот курс c++ я основываю именно на последнем GCC значит его нужно установить если вы пользуетесь линуксом то наверное знаете как это сделать при помощи менеджера пакетов установите GCC если он еще не установлен да чуть не забыл GCC это целый набор разных компиляторов в него входят компилятор C, Fortran и других языков так вот если GCC в вашем дистрибутиве linux разбит на разные пакеты то обратите внимание чтобы был установлен пакет где в названии есть CPP или G++ CPP это общепринятое сокращение от C++ а G++ именно G от проекта GNU название компилятора C++ в составе набора компиляторов GCC но когда речь заходит о разработке программы на C++ и использование компилятора этого языка из набора компиляторов GCC то обычно так и говорят GCC а не G++ пользователь операционной системы Windows как вы поняли GCC гость из мира Unix систем большей частью из linux однако он существует и в вариантах под Windows кстати что такое операционная система с точки зрения пользователя эта программа которая позволяет пользователю нажимать на ярлыки и запускать другие программы а с точки зрения программиста операционка эта программа предоставляющая другим программам разные функции например удобный доступ к оперативной памяти к экрану клавиатуре мыши звуковой карте и так далее программа написанная на языке высокого уровня крайне редко общается с железом напрямую вместо этого она просит систему выведи на экран буквы или скажи какие клавиши нажимает пользователь или дай мне ячейки памяти чтобы сохранила туда данные в свою очередь система может сама по себе не уметь это делать но те вещи что она не умеет умеют драйверы устройств и тогда система просит драйвер скажем звуковой карты конкретной модели воспроизведи звук я сейчас упрощаю но примерно так оно и работает вернемся же к установке компилятора GCC в систему Windows есть такой набор программ под названием сигвин он предоставляет для Windows набор основных системных программ присущих линуксу в том числе компилятор GCC давайте же установим этот сигвин для 32-битных Windows скачайте и запустите файл для 64-битных то же самое или 64-битную версию 32-битный сигвин совместим 64-битный Windows однако не наоборот то есть 64-битный сигвин не будет работать в 32-битной винде для моего видео курса достаточно 32-битного сигвина поэтому не заморачивайтесь и качайте по первой ссылке это мы скачиваем сетевой установщик программу которая вытянет из сети компоненты сигвин которые вы сами выберете вот такое окошко мы увидим при запуске жмем далее видим такое ставим галочку на первом пункте install from internet то бишь устанавливать из интернета жмем далее если у вас нет других соображений на этот счет то ничего не меняем оставляем как есть root directory куда будет установлен сигвин нажимаем далее на этом этапе установки нас спрашивают в какую папку будут сохраняться скаченные файлы по умолчанию вот в такую жмем далее новый шаг выбираем direct connection если у вас прямое подключение к интернету и нет прокси use system proxy settings если есть прокси а если прокси нет то этот пункт все равно сработает но как прямое подключение жмем далее блин когда эти вопросы закончатся тут нужно выбрать зеркало то есть сервер откуда скачивать ибо для надежности сигвин лежит на уйме серверов если один из них не работает можно выбрать другой на скриншоте рабочий на момент создания скрина вариант жмем далее процесс пошел ждем пока идет подготовка запрашивается список доступных к установке пакетов из состава сигвин то есть разных программ из мира linux появляется вот такое окно где в левом верхнем углу таблички есть слово о все с плюсиком нажимаем на него чтобы раскрыть список доступных пакетов раскрываем таким же образом раздел devil devil это сокращение от development разработка тут содержатся разные средства программирования нетерпеливые впрочем могут вбить выше в строке поиска gcc черточка g++ но мы идем нудным путем прокручиваем вниз до этого самого gcc g++ это и есть пакет с компилятором c++ из состава набора компиляторов gcc напоминаю название компилятора c++ из набора gcc g++ не c++ а g++ далее для удобства я использую g++ и gcc как синонимы говорю gcc поразумеваю g++ нажмем на стрелочку напротив gcc g++ появится такая менюшка тут нам предлагают выбрать версию компилятора если вы сможете это видео спустя несколько лет после его создания тут будут и другие версии выбирайте последнюю не ошибетесь ставим галочку на желаемой версии нажимаем далее установщик пишет что именно собирается установить необходимый минимум других программ будет добавлен автоматически нажимаем далее пошло скачивание и установка наконец все установлено и установщик предлагает создать ярлыки на рабочем столе и в меню пуск для этого не трогаем стоящие галочки и нажимаем готово получаем на рабочем столе красивый ярлык segwin терминал запустим его и попадем в черное окошко где можно набирать текст это терминал иначе его называют консолью самый древний и надежный способ общения с компьютером когда вы набираете команды и получается текстовый ответ в консоли существует понятие текущего каталога или папки то есть папка где вы находитесь когда вы запустили терминал segwin то попали в папку с segwin home и далее идет имя пользователя иначе говоря ваш аккаунт туда же вы можете попасть и из проводника запустите свой терминал какой у вас установлен он есть у всех linux ойдов иногда даже несколько запустите же терминал консоль то бишь наберем в ней команду g plus plus и нажмем enter по linux появится нечто вроде браловару а в энда напишет более лобу если все произошло именно так то поздравляю у вас есть рабочий компилятор gcc и вроде бы можно приступать к созданию программ здесь на самом интересном месте я заканчиваю серию продолжение следует